Всем привет! Вы находитесь на канале AdLight Biology и мы продолжаем серию уроков по высшей нервной деятельности человека. Сегодня часть 2. Речь. Меня зовут Сакимов Ильяс. Но перед тем, как перейти к речи, давайте поговорим немножко о рассудочной деятельности. В начале 20 века ученые Павлов и Бехтеров ввели такое обозначение. Она означает способность улавливать закономерности, связывающие предметы и явления окружающей среды, а также использование этих закономерностей в новых условиях. То есть животное или человек наблюдает за определенными закономерностями в окружающем мире, то есть то, что происходит изо дня в день, и начинает те же самые принципы применять в каких-то новых условиях, для каких-то новых ситуаций. Вот здесь вот показан пример, как обезьяны строят вышку для того, чтобы добраться до банана, или когда они выбирают из трех предметов тот, который отличается формой и цветом. Это тоже пример рассудочной деятельности. Теперь перейдем к речи. Итак, речь – это форма общения людей с помощью звуковых и зрительных знаков. Речь может быть как письменная, так и устная. Ее можно проговаривать как вслух, так и про себя. Речь – словом человек обозначает все, что воспринимает с помощью органов чувств. И не только с помощью органов чувств, так же и эмоции, так же какие-то явления, которые в его внутреннем мире есть. Слово обозначает, обладает обобщающей функцией. К примеру, если ребенок видит стол в первый раз, сначала он применяет это слово по отношению к своему собственному столу, за которым он кушает. Впоследствии он узнает, что тем же самым словом мы обозначаем предмет, который стоит на кухне, то есть кухонный стол. Потом он узнает то, что оказывается это и рабочий стол в кабинете у, например, скажем, у папы. Постепенно понимает, что словом «стол» обозначаются предметы, которые имеют примерно одинаковые функции, одинаковую форму. И это называется обобщающая функция. Это был самый простой пример. На самом деле в повседневной речи люди используют намного более сложные примеры обобщающей функции слова. Речь помогает ознакомиться с опытом прошлых поколений. То есть, если человек изобрел что-то или узнал что-то, он передает это с помощью речи письменной, либо устной другим поколениям. И людям не нужно заново открывать, заново узнавать эти вот новшества. То есть, если кто-то когда-то узнал, что, например, скажем, вода закипает при 100 градусах по Цельсию, он просто это передает следующим поколениям. И следующим поколениям, либо через несколько поколениям людям не надо выяснять это заново и тратить много времени для того, чтобы это узнать. И таким образом научно-технический прогресс идет вперед без перерывов. И не только научно-технический прогресс, еще и искусство, культура развивается. То есть, это называется преемственность. И это происходит с помощью речи. Итак, где же, какие части мозга отвечают за речь? По правой, левой полушарии, извиняюсь, отвечает за речь, за формирование устной речи отвечает лобная доля, за формирование письменной речи, височная и теменная доли. Правая полушария, она лишь различает интонацию речи, а также имеет другие функции, не связанные с речью. Это чувствительность к музыке, воспринимает также форму, размеры и пространственное расположение предметов. И последствия связи между этими двумя полушариями, здесь видите два полушария, между ними есть вот такая вот нейронная связка, с помощью которого происходит обмен данными и оба полушария действуют как одно. Также, картирование когнитивных функций коры головного мозга, надо отметить, что оно началось в 1080-х годах, то есть в 19 веке. И как ее изучали? То есть люди брали, ученые брали людей, которые имеют какие-то отклонения именно в высшей нервной деятельности и потом устанавливали, в каком месте головного мозга у них произошло повреждение. Таким образом, по повреждениям головного мозга они устанавливали, за что каждая часть головного мозга отвечает. Одним из таких ученых, кто использовал такой метод, был Поль Пьер Брокко. Он изучал повреждения мозга, при которых пациенты понимали речь, но не могли говорить. То есть они полностью понимали речь. Если мы будем говорить им, они могут это записать или могут это выполнить. То есть понятно, что они понимают нас. Но при этом они не могут говорить не потому, что они стали немы. То есть у них отсутствует какой-то дефект, связанный с языком, либо с чем-то. Но именно формирование слов и предложений самим мозгом было утрачено. Вот эта вот маленькая такая область, которая была повреждена у тех людей, стала называться центром Брокко. Она находится опять же в левой лобной доле. Вот сам Поль Пьер Брокко. А вот здесь вот на этом рисунке, видите, написано зона Брокко. Вот здесь она находится. И я напоминаю, что это у нас левая полушария. Именно лобная доля левого полушария. Таким же образом ученый Карл Верники обнаружил повреждения в задней части левой теменной доли. Теперь мы называем это центр Верники. При которой пропадает способность понимать речь, но не способность разговаривать. То есть здесь, если мы будем говорить этому человеку, он нас не поймет. То есть он не понимает, не потому что он стал глухой, просто его мозг перестал воспринимать слова окружающих, от других людей. Но при этом он не потерял способность разговаривать. То есть он разговаривает, он говорит нам, может описать то, что он видит, может описать свои эмоции. При этом он перестал понимать речь. Значит, центр Верники находится вот у нас здесь, вот у нас в этом кусочке. И мы называем его зона Верники. Итак, здесь же на этом рисунке вы видите уже более современные методы. Когда мы у живого человека, не вскрывая его, не изучая как-то анатомически, мы просто с помощью технологии смотрим, какие зоны мозга активны в определенные моменты. Смотрите, вот здесь он слышит слова. Слышит слова. И таким образом у нас центр Верники активен. И вот здесь вот некоторые другие кусочки тоже. Когда он видит слова, вот у нас теменная доля, когда он производит слова, то есть генерирует слова вот здесь вот, и когда он говорит, собственно, вот эти вот, это, видимо, центр Верника. Еще раз напоминаю, что центр Верника, если он повреждается, человек перестает разговаривать, то есть он теряет способность говорить. Когда же у него повреждается центр Верники, он перестает понимать слова, перестает слышать вот эту речь. И таким образом вот эти вот современные методы, они подтверждают открытие ученых Верники и Брокка. И таким образом мы понимаем, что вот эта вот речь для каждого участка коры головного мозга отвечает за определенную функцию. На этом на сегодня все. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...